добрый день то есть итак продолжаем рассматривать программу валькек ну и сделаем некоторые выводы по данной программе и сопоставим результаты с программой ozc 5.0 вот у нас здесь выведены результаты предварительно то есть я брал все значения отсюда ну и давайте посмотрим насколько отличается значение валькек вот на вызвали так что первое помещение у нас 270 здесь 2140 218 второе ну и 2749 здесь по 226 что хочу сказать единственным недостатком данной программы то что когда вы считаете по санитарным нормам ну во первых рассчитывается неверно не учитывается бытовые теплопоступления то есть вот по нормам когда рассчитываем то есть нормы во первых поменялись хотя программе в руководстве написано что можно корректировать эти расчеты но я не рекомендую и еще один момент этого бытовые тепловыделения если бы их учесть то есть вычлась бы из вентиляционных потерь ну и значения были бы близки данным сейчас настоящее время то есть что имеем то имеем поэтому не используем по санитарным нормам расчет а берем по инфильтрациям ну и результат на лицо то здесь нам будет 240 там есть 2400 еще раз так здесь осталось без изменения здесь изменяем убираем жилую кухню собираем так проблема два раза пересчеткивание так ну и здесь тоже выбираем так ну и тогда у нас более менее адекватные значения то есть не используем санитарные нормы то есть не используем санитарные нормы так ну и то же самое на втором этаже проделаем потому что здесь 2 3600 получилось то есть близко к значению либо вносим вручную корректировки то есть вот у нас изменяем то есть убираем санитарные нормы так ну и получились в результате следующее значение то есть мы практически близки к этому то есть вот основная особенность то есть можно ее использовать как говорил уже некоторые недостатки я вам сказал во-первых материалы в зоне эксплуатации B хотя здесь можно их изменить хотя не понимаем почему автор навел в зону эксплуатации A в зону эксплуатации B то есть здесь придется самим добавлять эти коэффициенты то есть он ввел все в зоне эксплуатации B то есть там более жесткие условия хотя для данного города это зона эксплуатации A получается ну вот мы положительные стороны то что есть базы данных российские в зоне эксплуатации B ну и отрицательно это то что вот здесь вот не доработано то есть по нормативам то есть и не учитываются готовые теплопоступления ну и по результате получается если вы будете рассчитывать по санитарным нормам будут достаточно завышенные значения что в дальнейшем очень сложно будет регулировать так другие разделы рассмотрим чуть позже ну а в настоящее время то есть остановимся на этом то есть кто хочет может использовать данную программу ну я уже свой выбор сделал то есть один дом построен и эксплуатируется так ну спасибо за внимание до следующих занятий по программам программа